Добрый день, добрый день, друзья! Всех приветствую! Жду, пока соберутся хотя бы человек 20 и будем начинать проводить розыгрыш. Ну, пока что вы подтягиваетесь, я вам расскажу о том, что судьба всегда меня сводит с удивительными очень людьми. Всех приветствую, всем привет! Сегодня розыгрыш в прямом эфире, разыгрывается семейка Литопсов от Алины Гончаровой из ее удивительной фермы. Вы знаете, я с ней познакомилась чисто случайно здесь, в инстаграме, на просторах интернета, и, честно говоря, очень была удивлена, что такая кропотливая работа, как выращивание Литопсов из семян, имеют такие масштабы. Настоящие фермы, столько у нее видов, можно любоваться и любоваться, и наблюдать, и наблюдать, и выбирать. Поэтому, если даже судьба вам сегодня, удача вам не улыбнется, то у Алины можно будет заказать Литопсы, на ее страничке можно выбрать, и она вам очень красиво упакует и пришлет в любую точку мира. Литопсы – это суккуленты, которые способны накапливать влагу очень долго, и они очень лояльны к транспортировке, могут даже около месяца быть в дороге, при этом их внешний вид и состояние корневой системы практически не пострадает, потому что они очень выносливые в этом плане, и очень приветливые, дружелюбные растения. Я очень люблю Литопсы, но у меня никогда не получалось выращивать их из семян. Ну, не знаю, что им не хватало, возможно, какой-то агротехники, возможно, просто это не мои растения, но как-то они у меня из семян не растут. Есть у меня Литопсы, которые проводят постоянно свою женедеятельность на солнце, на южном окне, им очень нравится, даже уже полиняли. Вот, поэтому это очень-таки удивительно, которые, между прочим, еще и цветут. Оригинально, нежно, красиво, но все-таки они стараются вас тоже радовать. Поэтому такой большой интерес, 133 участника, не случайно, многие из вас знают, любят Литопсы, многие из вас даже разводят их, выращивают, и очень успешно. Я не перестаю заходить к вам на страницы и любоваться вашими суккулентами, особенно к тем, кто участвует в акции Friday's Succulents. Сейчас я смотрю комментарии, сколько у нас всего участников. Было больше 130, да, 132 участника. Все, я объявляю стоп, стоп конкурсу, и начинаем с вами выбирать счастливчика. Здесь все будет технично, рандомно, чтобы не было у вас потом вопросов. Сразу после проведения эфира я опубликую пост с победителем, ну и, наверное, приступим. Но если даже вам не повезет, не отчаивайтесь, у нас сейчас начинается еще более интересный марафон. Первый цветочный марафон у нас закончился в июне, и все уже получили призы, и все уже получили подарки Татьяны Мамаева. Моя победительница получила цветочный кейс цветовода июньский, и уже написала мне, что доставлен ей подарок, и она очень рада и счастлива. Вот, а начинается еще один профессиональный марафон. В основном это ландшафтные дизайнеры. В основном это люди, которые занимаются ландшафтным дизайнером на протяжении многих лет. Это профессионалы. Они их знают, их ценят, их любят, уважают. К сожалению, они не дают бесплатной консультации, но в рамках марафона они будут предлагать вам темы для разговора. Это будет серия постов, где вы сможете уже в комментариях задать им свои вопросы. Обратная связь 100% гарантированная, и вы с большими профессионалами, с ландшафтными дизайнерами можете поговорить о том, как лучше свою придомовую территорию обустроить. В рамках этого марафона у меня тоже будут посты, будут темы для разговора. Это три мои статьи, которые я адаптирую под формат Инстаграма. В первую очередь мы с вами поговорим о растениях для улицы. Тема будет называться «Летние каникулы». Растения, которые могут украшать ваш двор, могут украшать вашу придомовую территорию, и в то же время потом, после летних каникул, уже спокойно, с спокойной душой могут вернуться домой. Потом тема для разговора будет пеларгония в контейнерах. Различная пеларгония и плющелистная, ампельная, и зональная, и сортовая. Расскажу вам все нюансы, расскажу вам о том, как вернуть пеларгонию к хорошему состоянию уже в сентябре, потому что вы уже знаете, что осенью пеларгонии начинают после улицы болеть, появляется у них черная ножка, поэтому нужно знать основные секреты выращивания. И еще одну тему я заявила по опыту своему, по опыту своих родителей. Будет такой у меня большой пост совместный с моими родителями о том, как украсить беседку, о том, какие многолетники посадить для украшения беседки. У нас в саду есть прекрасная беседка из сруба, и мы ее облагораживаем. В основном это дико растучий виноград, который оплетает очень красиво перила беседки. Ну, в общем, будет много интересного, я вам покажу. Кроме того, будут шикарнейшие призы от фирмы Гордена. Это фирма, известная всем садоводам, известная всем ландшафтным дизайнерам. Это фирма, которая себя зарекомендовала на рынке цветоводческих, садоводческих услуг просто профессионалом номер один. Вот эта матышка, которая сейчас разыгрывается, она уникальная, она очень удобная, она легкая. Она выкручивающаяся и с наконечником в виде такой матышки-разрыхлителя. Но это только первый приз, так сказать, вводный, такой разжигающий ваш интерес к теме обустройства вашей придомовой территории, потому что дальше, больше, дальше будет интереснее, и призы будут намного полезнее, чем матышка. Но качество Гордены – это качество мирового уровня. Ну что, тогда с вами можем уже приступить к розыгрыше Литопсов. Начинаем. Я включаю, как обычно, рандом, все честно, все технично. Так, переключаю камеру. Да, вы видите, я без очков. Я уже около месяца не ношу очки. Все, приступаем. Так, мама у меня тут в кадр попала. Рандом. Так, рандом. Включаю рандом. Смотрим, сколько у нас участников. Так, 100 грамм. Сейчас, секундочку, я зайду на свою страницу. Так, вот моя страница «Цветок в горшке». Нахожу розыгрыш. Еще раз убедимся, что участников 132. 132. Написала «Стоп». Так, приступаем. Рандом. Так, минимальное значение 1. Максимальное значение… Кран не успели мы помыть, а компьютер. 100. 32. Результат 116. Сейчас переходим… Это моя сестра тут на заставке. Так, 116. Ищем номер 116. Все те, кто оставлял больше одного комментария, я не считала, потому что в условиях было прописано, что только один комментарий к одному участнику. Приближаемся. Аня Луна. Заходим. Аня. Смотрим, есть ли у нее подписки на Литопсики. Литопсики, все вижу, да, фирма Алина Гончаровой. Она оставила… Она оставила своего друга, которому я… Сейчас, прошу прощения, что мне надо много? Много. Лизуна тебе много? Лиза, Лиза! Дай Ангелине Лизуна еще поиграть, прошу прощения. Так, она выполнила все условия. Сегодня Аня у нас становится победителем семейки Литопсов, и Алина Гончарова ей пришлет их, как только Аня, вы напишите ей свой адрес. Интересно, есть Аня в прямом эфире? Пока не вижу. Ну что, поздравляем Аню, это победа. Семейка Литопсов достанется именно вам, я вас очень поздравляю. Напишите, пожалуйста, мне в директ, точнее я сама вам сейчас напишу. Ну что, я вас всех поздравляю еще раз, всех участников благодарю за ваше активное участие, за ваш интерес. Прошу вас присоединяться к марафону про ландшафт, будет много интересного, много той информации, которую вы не получите просто так бесплатно, придя на консультацию к тем профи, которые участвуют, которые заявлены участниками в этом марафоне. Здесь же в марафоне мы будем с вами свободно общаться, свободно говорить и получать к тому же подарки. Вот, кстати, я еще не сказала, что подарки будут не только от нашего спонсора Гардена, но еще и от каждого участника. От меня тоже будет профессиональный подарок, который подойдет цветоводу, как любителю, так и профессионалу, об этом будет чуть позже. Смотрите, следите за постами, всех целую, обнимаю, всем пока. 116, Аня, Луна, вот так вот называется аккаунт, победительница сегодня, поздравляем, супер. Все, всех благодарю за прямой эфир, благодарю, что вы все-таки пришли, суббота, много своих дел. Но вы здесь со мной, я вас очень всех люблю, целую, обнимаю, всем пока.